Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Счастье вопреки всему» и я, её ведущий Виктор Алексеенко. Седевры мировой культуры, притом в разных областях, в разных направлениях культуры, очень часто были навеяны библейскими сюжетами. Есть один библейский сюжет, к которому прибегали художники раз за разом, несмотря на то, что до них уже, как казалось бы, эта тема была раскрыта. Об этом говорит нам книга «Откровение», 3 глава, стих 20. В тексте Священного Писания представлена такая картина. «Иисус Христос, стоящий у двери». И здесь Священное Писание говорит нам так. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». По крайней мере, 14 различного рода сюжетов картин написаны на эту тематику. Разные авторы по-разному представляли Иисуса Христа. По-разному представляют ту атмосферу, в которой происходит это событие. Некоторые представляют Иисуса Христа, который стоит у богатой двери. Некоторые представляют Иисуса Христа, который стоит у двери очень бедной. Некоторые его представляют утром, некоторые днем, а некоторые вечером. Интересен сюжет, когда на одной из картин Иисус Христос представлен стоящим возле огромнейшего здания, небоскреба, стучащегося в окна в двери этого здания. Интересен вопрос, который был задан одной молодой девушкой в интернете, людям, которые могли бы на него дать ответ. Посмотрите, пожалуйста, что она пишет, задавая вопрос, который сама переживает. И потом, по всей видимости, некоторый вздох такой душевный, и он говорит, пишет дальше, все мы грешные. Действительно, каким образом Бог стучится сегодня в сердце каждого из нас? Стучится ли? И как мы можем услышать этот его стук? Об этом сегодня в нашей программе с гостем, который утверждает, он знает, как Господь обращается к сознанию, и он может посоветовать сегодня нам, каким образом ответить на этот Божий призыв. Сегодня вместе с нами Валентин, жизнь которого прошла достаточно по крутым извилистым дорогам. И сегодня вместе с ним мы поговорим об этом главном вопросе нашей программы. Может ли Бог стучать к сознанию человека? Может ли человек слышать этот голос? И каким образом он должен на него реагировать? Здравствуйте, Валентин. Добрый день. Очень приятно, что вы сегодня вместе с нами. Нам бы хотелось поближе познакомить наших телезрителей с вами. Поэтому очень короткий сюжет о вашей жизни. Родина Валентина – криминальная Одесса конца 70-х. Его мать имела не одну судимость, а отец был местным криминальным авторитетом. В моей семье не было ни одного человека, который бы не сидел в тюрьме. В детстве он сопротивлялся дурному влиянию родных. Хорошо учился, играл в футбол. Но в 14 лет попал в компанию, которая окончательно склонила парня в худшую сторону. И так я начал с ними. Научился пить, курить, воровать. Но не все в окружении Валентина были испорчены. У меня были знакомые верующие люди. Это были мои две одноклассницы, с которыми учился в одном классе в течение 9 лет. И ихняя мать. Тетя Люда постоянно приглашала меня к себе домой. То на корме, то пообщается, то говорит, давай помолимся. И часто она меня приглашала к ним в церковь. Разговоры о Боге не смущали Валентина. Но разговорами все и заканчивалось. Тогда, когда мне об этом говорили, у меня разум был не совсем в трезвом состоянии. Потому что я был постоянно под наркотиками. Наркотики – не дешевое удовольствие. О том, где взять на них деньги, парень не волновался. У него был один проверенный способ – воровство. На одной из таких краж Валентин, в конце концов, попался. В 16 лет первый раз меня посадили в тюрьму за государственную кражу. Выйдя на волю, парень не изменил прежним привычкам и продолжал жить ради дозы. Через 4 месяца он опять попал за решетку, теперь на 3 с лишним года. После того, как я освободился, опять все началось то же самое. Друзья, товарищи, наркотики и алкоголь. В 22 Валентин совершил кражу и опять шел по избитой дороге в отделение. Он понимал, что его ждет. Я был уверен, что меня 100% посадят. Все-таки третья судимость. Обычно таких не отпускают на свободу. Но вопреки судейской практике, третий срок Валентину присудили условно. Казалось бы, воспользуйся таким шансом. Но не тут-то было. Я когда, конечно, оттуда вышел, первые неделю-две я держался, думал, все, больше не буду. Две недели. А дальше все по избитому сценарию. Три срока за плечами не перевоспитали упрямца. Заигрывание с правосудием подарило ему очередные 4,5 года заключения. Осознав всю бессмысленность такого существования, Валентин хотел покончить с собой. Но у Бога были другие планы. Итак, Валентин, ваше детство и юность прошли в очень агрессивной среде. Криминал, наркотики, наверное, алкоголь, друзья, компания, карты, азартные игры и так далее. Скажите, пожалуйста, а было ли что-то светлое в вашей, скажем, подростковой, детской жизни, что запомнилось навсегда, возможно, на всю жизнь? Ну да, были моменты, конечно, светлые. Это моя бабушка. Почему? Так как родители меня не воспитывали, мама с отцом у меня их, в принципе, не было. Отец постоянно сидел в тюрьме, мама тоже сидела, пила, гуляла. Была у меня бабушка, которая, когда тоже освободилась, потому что она неоднократно сидела, взяла меня воспитывать к себе. И вот те годы, которые я жил с бабушкой, это были светлые моменты моей жизни. Почему? Потому что я занимался спортом, хорошо учился в школе, то есть ездил разные путешествия, Крым, Карпаты, то есть бабушка мне принадлевала все. Вот это я запомнил этого человека на всю свою жизнь. То есть среди всех людей, самых, возможно, близких, папа, мама, родственники, бабушка все-таки осталась светлым образом на всю вашу жизнь. Как вы считаете, человек, который живет и воспитывается вот в такой атмосфере, в которой вы воспитывались, он знает, что такое совесть? Ну, в какие-то минуты жизни совесть, конечно, у каждого просыпается, наверное, даже у самых отъявленных преступников, но, скорее всего, она притупляется, потому что учат чуть-чуть, ну, другое чуть-чуть получающее воспитание. Хотя бабушка меня учила многим вещам правильным в жизни. То есть человек грабит, ворует, он совершает кражи, возможно, насилие над другими людьми. В этот момент такое явление, как совесть, оно или спит, или оно уже притуплено. Что с совестью? Ну, скорее всего, это становится нормой жизни. Ты думаешь, что так правильно и утешаешься так, что воруют все, ворую и я. И поэтому совести как бы нету, потому что ты ее не слышишь и не чувствуешь, что для тебя это просто естественная норма жизни. Как для любого нормального человека, работа, семья и так дальше. А вот когда люди, ведущие такой вот, ну, как вы сказали, паразитический образ жизни, когда приходит у них какое-то, вот, скажем, озарение, прозрение или моменты даже покаяния, чем это чаще и продиктовано? Это совесть ему что-то подсказывает этому человеку? Даже пусть сгоревшая, ну, может быть, просыпающаяся. Или он просто боится наказания, боится, что он попадет, боится, что все-таки что-то потеряет, свободу потеряет. Вот как бы вы оценили это? В разных ситуациях по-разному, но чаще всего, когда человек, допустим, иногда даже неверующий, атеисты обращаются к Богу. В каком случае? Когда действительно у них страх за последствия. Не за то, что у них в грязи на совесть, что они совершили. Они уже боятся, что будет с ними за то, что они совершили. Страх за последствия. И понятно, в эти моменты у них, это можно даже сказать, может даже не совесть просыпается, потому что в этот момент они думают о себе, о своем «я», чтобы им было хорошо. Ну, хотя бы это и другие моменты, когда действительно про своя совесть, и иногда ты сидишь в той же камере, и ты понимаешь, что ты сделал что-то плохо. Были ли в вашей жизни такие моменты, когда вот вы, ведя такой образ жизни, поступая вот так вот плохо, вы, тем не менее, слышали явный голос, который через совесть вы считаете, что это было голос Божий. Вот были такие моменты у вас? Да, были моменты такие и неоднократно, были моменты, я говорю, почему, потому что в разных ситуациях было по-разному, были моменты, когда я просто о себе думал, а были моменты, когда я совершал преступления, и у меня совесть, Бог ко мне стучался, и показывал мне, что это плохо, что это отвратительно, что так поступать нельзя, и жить так нельзя. И как бы совесть мне даже говорила, что есть другой путь жизни, есть хороший, показывал меня на примеры других людей, на примеры тех же верующих людей, у меня были знакомые верующие, я видел, как они живут, И в какой-то момент меня тянуло к ним, но в то же самое время стоял какой-то барьер и, скорее всего, вторая сила притупляла эту совесть. Ну вот давайте проиграем такую ситуацию. Предположим, вы приходите к вашей компании, к вашим друзьям и говорите, ребята, у меня что-то вот в сердце, я чувствую, что мы делаем плохо. Вот мы этих людей обижаем, грабим, а это плохо. Мне кажется, что это совесть, это Бог через совесть мне говорит. Они вам говорят, что это твоя слабость, на тебе вам выпей, давай чем-то займемся. Не считаете ли вы, что действительно человек, который встал на эту тропу, на эту стезю, и потом у него появляется вот это осознание, что он не прав, что это его слабость, что это попытки вернуть прошлое утраченное, что это действительно слабость его. У меня была такая ситуация в жизни, когда мне пришлось все-таки прийти к своим друзьям, знакомым и сказать, дорогие, у меня проснулась совесть, и я буду жить по-другому. Я не хочу жить той жизнью, в которой я жил, и я призывал их же к этой же жизни, то есть к правильной жизни, к жизни с Богом, то есть к правильному отношению с Богом. Но сначала была ведь ликая борьба, прежде чем пойти к ним, все-таки было страшно это сделать. И я думаю, что скорее всего это была вот даже не слабость, это сила. Почему? Трудно пойти и сказать им это. Мало того, что не просто сказать, еще в каком-то степени обличить их, что так делать нельзя. А вот в вашей ситуации был такой момент, когда кто-то вам говорил, что у него проснулась совесть. И были ли моменты вашей реакции, вот как вы реагировали до того, как у вас она проснулась? Были, конечно. Я смеялся. Для меня это было как-то смешно и необычно. Мне казалось, что у человека, ну, с головой что-то не в порядке, где-то что-то у него поменялось в разуме, не в том, ну, не в правильном отношении поменялось. То есть я считал, что у него психические отклонения. То есть то, как вы реагировали на чью-то проснувшуюся совесть, потом это сыграло роль в вашей жизни, когда вы понимали, что точно так же будут реагировать ваши друзья на вашу проснувшуюся совесть. Получается так. Да, так же самое, конечно. Тем не менее, я хочу все-таки понять, как вы прочувствовали, что это Бог говорит к вашему сердцу? Вот это были какие-то явные, ну, я не знаю, откровения во сне? Или это было, вот просто вы размышляли и подумали, да, это плохо? Или это было что-то другое? Ну, к примеру, я не знаю, встреча с какими-то друзьями. Что было в вашей жизни? Было у меня, это было неоднократно. Скорее всего, даже это было после каждой моей судимости, когда я выходил на свободу, так как у меня были люди верующие и знакомые, это мои одноклассницы, это ихняя мать. И они постоянно, когда меня где-то встречали в наркотическом обвинении, они говорили, Бог через них говорил ко мне. Бог всячески пытался остановить меня на этих путях, убеждал меня, что это может закончиться плохо. И в какой-то момент у меня приходило это прозрение, и вроде бы я говорю, я уже хотел, но в то же самое время я шел по другому пути. Но самый яркий момент в моей жизни был, это когда я уже находился в местах лишения субботы. И когда вот совесть меня до того замучила, она скорее всего, совесть, может быть, даже дьявольская в каком-то отношении, доводила меня до самоубийства. То есть я просто захотел закончить самоубийство, потому что я устал от этой жизни, я не хотел больше так жить, настолько уже совесть не замучила, что просто я хотел закончить эту жизнь на этой земле. И в тот момент, когда я принял это решение, вскрыл себе вены, появился ангел. Я это сейчас понимаю, что ангел. Почему? Появился дедушка в колонии с бородой, с это, и просто спас меня. Я очнулся уже потом в больнице, ну, в санчасти в колонии, без сознания, очнулся в сознание, и вспоминаю этот сюжет. Но этого дедушки в колонии не могло быть и не будет никогда, потому что там нельзя носить бороду, и усы, там надо обриться. И так я больше... И когда, потом уже, спустя время, я понял, что это спас меня все-таки ангел. Каким-то... Я не знаю, как это произошло, но я запомнил только его. И когда я начнулся в больнице, я был живой. Понятно, что вот явился ангел, какое-то чудо произошло. Вот для человека с таким вот прошлым, как у вас, это более мощный стимулятор для того, чтобы проснулась, вот так скажем, эта совесть, чем вот уговоры ваших одноклассниц или их мамы, которая время от времени заботилась о вас. Это большее чудо, вот ангел, нужно обязательно вены порезать, нужно обязательно там повеситься или начать вешаться, чтобы кто-то спас. И вот тогда только совесть просыпается. Вот как вы оценили бы? По-разному. По-разному. Почему? Потому что я знаю людей со своего жли того круга общения, которые все-таки уверовали в Бога. У них были другие ситуации в жизни. Но, скорее всего, вот люди с моего критеринга, положения, как я и подобные мне, той жизни, это люди, которым все-таки надо уже такие обстоятельства загнать их в такие обстоятельства, чтобы они уже задумались. Когда они уже попадают в конкретные, будем говорить так, тиски, только тогда эти люди начинают о чем-то думать. Когда все хорошо и нормально, то, в принципе, совесть... То есть пока гром не грянет, по нашей поговорке... Мужик не перекрестит. Мужик, да, к сожалению. Мы вернемся к нашей программе буквально на несколько секунд оторвемся на рекламу. Вы смотрите программу «Счастье вопреки всему». Мы говорим сегодня о том, может ли Бог достучаться к сознанию человека, независимо от того, на каком пути человек находится и каким образом он может откликнуться на Божий призыв. Валентин, скажите, пожалуйста, как вы считаете, для того, чтобы Бог обратился к человеку и спас его, нужно, чтобы кто-то молился за этого человека? Или достаточно того, что Бог просто хочет спасти человека, и Он это обязательно сделает? Пути Господни неспоедимы, но я считаю, что молитва нужна, потому что за меня в течение 10 лет молились. И я знаю, что молились непрерывно, молились каждый день. И вот все эти 9 лет, говорю, у меня просыпалась эта совесть периодически, постоянно меня что-то внутри мучило. Даже совершая преступления, я чувствовал, что что-то со мной происходит не то. Я перешагивал это, да, но перешагивал уже не просто так легко, а уже через какие-то барьеры, через какие-то границы. И я знал, что за меня молились верующие люди, молился не один человек, молилась вся церковь за то, чтобы Господь однажды меня привел к себе. И когда это произошло, для них это было, конечно. Конечно, я понимаю, что все эти 10 лет вы находились под каким-то таким, ну не сказать колпаком, но под какой-то такой, под влиянием благородной силы. То есть о вас люди молились. Как вы думаете, не было ли с вашей стороны достаточно, ну по крайней мере некрасиво или может быть даже жестко так вот в отношениях, когда за вас люди молятся, вас просят, вас уговаривают, а вы все-таки продолжаете заниматься своим образом жизни, причиняя людям зло, боль и страдания? Да, конечно, это было жестко с моей стороны, но тогда я этого не понимал. Это приходит уже с годами, со временем, когда ты понимаешь, что люди тебе желали только, вот знаете, в нашей жизни почему-то происходит так, кто тебя любит почему-то, ты чаще ненавидишь. А кто наоборот тебя ненавидит, почему ты любишь. Это я говорю в отношении, допустим, дьявола и Бога. То есть дьявол ненавидит человека, и люди почему-то тянутся к нему. А Бог их любит и не отвергает. Вот в моей жизни было что-то подобное. Скажите, пожалуйста, вы понимали, вот в те моменты, о которых вы говорите, что были встречи, там вам мама говорила, ваша одноклассница останавливала вас, или другие моменты в жизни, еще до того, как вы в тюрьму попали, вот когда уже вены себе вскрывали, вы понимали, что это как-то вас Бог останавливает? Или все-таки вы это связывали с тем, что это, ну, скорее всего, доброта этих людей, она не дает вам погибнуть, и вы видите, что они добрые люди, за вас молятся, вас как бы хотят приобщить к чему-то доброму, светлому. Вы понимали, что это как-то Бог обращается к вам, или просто списывали на доброту этих людей? Нет, я не списывал, я понимал, что Бог обращается. Я четко понимал, что обращается Бог. Почему? Потому что, в принципе, даже с детства, несмотря на то, что моя бабушка хоть и была там с криминалом, связанностью, сидела в тюрьме, но все равно она мне говорила о Боге. Я понимал, что Бог ко мне говорит, призывает меня, зовет в какой-то центр, где-то помощь какую-то мне посылает. И сколько раз были случаи, когда я молился к Богу, даже в критических ситуациях, о себе молился, когда мне было страшно о последствиях, и Бог отвечал мне в этих ситуациях. И был случай, когда Бог даже исцелил меня, когда у меня была высокая температура, чуть не сгорел, и я помолился тогда будущее, и во сне мне явился яркий свет, и говорит, вставай, ты здоровый. Я проснулся полностью здоровый, полностью, без температуры, без ничего. У меня такой был опыт, я это все понимал, но есть вторая сила, которая меня просто не отпускала. А вот когда вы уже пришли к Богу, озарение такое пришло, вот после этого видения ангела, как вы говорите, все-таки вот этот отклик, желание поменять свой образ жизни, желание изменить свое отношение с Богом, с людьми, со всеми. Это желание, как вы чувствуете, было продиктовано какой-то боязнью, что все-таки можно жизнь закончить вот так вот, извините за слово, в канаве, или это было какое-то другое чувство? Это было какое-то, может быть, желание благодарности Богу, что это могло быть за чувство, которое было мотиватором, чтобы ваша жизнь изменилась? Я понял. Это желание было не боязнь закончить в канаве, потому что я особо не боялся, если я хотел закончить жизнь самоубийством, то я вообще жить не хотел, по большому счету, поэтому мне было не страшно умирать. Это была даже, можно сказать, неблагодарность Богу. Это у меня было такое желание, сейчас сказать, стыд перед Богом. Стыд за прожитую жизнь, и я хотел, можно сказать, даже какими-то, может, делами вначале заработать себе, ну, как бы Божию, вот, благодарность, чтобы Бог меня сказал, ну, отблагодарил меня, что я стал нормальным человеком. Это вначале было, потому что мне коснулось одно стихотворение, которое услышал, где говорилось про Спасителя, который нас любит и ждет, а мы топчем его, мы плюем на него. И этот стих меня настолько коснулся моего сердца, что он мне не давал покоя. И тогда я понял, что есть действительно Бог, который все это время звал меня, любил меня, ждал меня терпеливо, и, наконец-то, он обратил меня к себе. А вот ваши сокамерники, так назовем их, когда они увидели вас, вот, ну, наверное, с другими глазами, наверное, с другим настроением, с другой целью в жизни, вот, были с их стороны какие-то, по крайней мере, попытки вас понять, что произошло, или все-таки это были насмешки, там, вот, слабые, там, не совсем правильно мыслящие и так далее, что, как они реагировали? Вы понимаете, я в колонии находился, как бы, ну, не сказать, что я там был из последних в колонии, и, когда я даже кому-то говорил, то был у людей сначала какой-то страх, может, авторитета моего, что я что-то говорил, они не боялись надувной, в каком-то отношении связаться, они думали, может, я шучу, и сейчас они посмеются, и, ну, могут быть какие-то последствия негативные для них. Сначала они это восприняли настороже, они говорят, ну, ладно, мы посмотрим, живи, как бы, и они просто какое-то время наблюдали за мной, действительно ли то, что я говорю, соответствует действительности. И потом, когда началась речь, я начал сбавляться от редких привычек, от плохих слов, потому что раньше у меня речь, у меня не было ни одного нормального слова, я говорил, как иностранец, меня люди не понимали. И когда от этого начал Бог меня вот это как шелухой, шелушивать, то через 3-4 месяца сокамерники начали удивляться, и начали подходить ко мне к советам, а помолись за меня, а помолись за мою маму, а за мою дочку. И для людей это был громадный опыт, многие начали уроки изучать, и есть люди, которые сейчас стали верующими людьми, которые со мной вместе находились в колонии, мы сейчас вместе даже с ними работаем, это люди, которым я уже проповедовал потом. А вот тяжело было избавляться от вредных привычек? Вы над собой какие-то усилия очень серьезные проявляли, или это давалось легко? Научиться разговаривать на человеческом языке, избавиться от криминальных сленгов, избавиться от каких-то нецензурных слов и все такое. Но это было легко, оно как-то потом давало о себе знать впоследствии, или это сразу же? Вот. Это было легко. Я сам удивился, почему так легко было, потому что я понимал, что я не могу сам избавиться от этой речи. Я не мог избавиться по одной противопрещении, у меня в голове не было другой речи. Уже нормальных слов не было. У меня вот было, я с детства 16 лет стоял в тюрьме, рос в этой среде, у меня были только эти слова, в принципе. И нормальные слова я вспомнить не мог. Я не мог вспомнить, как называется ложка правильно, как называется правильно вилка, как чашка называется правильно. Я знал их по-другому, другими словами. Но я молился о том, чтобы Господь научил меня правильно и чисто говорить. И прошло какое-то время, мне те же сокамерики говорят, Валентин говорит, ты разговариваешь по-другому? Он говорит, ты что-то не матюкаешься, и слов фени у тебя вот этой нету. И я начал сам прислушиваться речи и понял, что действительно я говорю нормальным языком. Откуда это появилось, я не знаю. Это тоже было еще одно чудо Божие. То есть получается, Бог человека зовет, он к его сознанию стучит. И если человек откликается на этот Божий зов, то Бог дает силу человеку измениться, Бог дает силу человеку исправиться. Вот вы как бы говорите, свидетельствуете об этом в вашем личном опыте. Получается так. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, может ли быть такой рубеж в отношениях Бога, вернее, человека с Богом, когда человек уже не будет способен просто услышать голос Божий? Вот может какая-то быть такая ситуация, все, человек настолько отключил себя от этой связи с Богом, просто барьер построил. Бог говорит, Бог обращается, а человек не слышит, вообще не слышит. Ну, в моей практике, я думаю, скорее всего, такого не может быть. Может быть, единственный барьер, когда человек просто умрет. Вот до тех пор, пока человек имеет дыхание жизни от Бога, Бог будет сейчас до последнего момента. История библейская, разбойник на кресте. Два разбойника, да? И они совершили одинаковое преступление. Грабили, там, убивали людей и так далее. Их за это распяли. Один разбойник перед смертью кается, и Бог говорит, будешь на раю. Другой разбойник все-таки остается ожесточенным. Но стучался ли Бог в сердце этого разбойника до конца? Стучался. Он сидел, он висел рядом с Богом. Но он отверг. Поэтому я думаю, что есть люди, которым Бог будет все равно стучаться до последнего минуты жизни. Вопрос, что люди не всегда могут принять этот вызов. То есть этот рубеж, этот барьер человек строит самостоятельно. Самостоятельно. Он не то, что Бог не может уже его переступить. Человек просто не пускает Бога туда. Он построил этот забор сам для Бога. Он слышит Бога. Все равно слышит. Я знаю много людей, которые со мной сидели вместе. Они слышат голос Бога, они это признают. Но они выстраивают стену перед Богом. Они его слышат, но не хотят слушать. А почему такие сладостные искушения, такие добрые чувства, переживания, которые человек ощущает, предаваясь этим искушениям? Почему вот так тяжело Богу ответить позитивно, ответить Богу словами «да»? Объясню. Потому что тот мир считает нас людьми ограниченными. То есть пить нельзя, наркотики употреблять нельзя, с девочками гулять в принципе нельзя, кроме жены. И много других моментов, которые вроде бы нельзя. Я тоже считал раньше этих людей ограниченными. Но потом я понял, что все-таки ограниченными я был. Почему? Потому что я не мог не пить, я не мог не курить, я не мог бросить наркотики. Я был зависимый от них. А сейчас, когда я стал верующим, я стал свободным. Почему? Потому что у меня есть выбор. Я могу сейчас не колоться, но в то же самое время могу начать колоться. Раньше у меня выбора нет. Я был привязан строго к этим наркотикам и оставить их не мог. Вспоминаю сейчас вот то, о чем вы говорите. Мне как-то библейский такой текст приходит на память, что человек в таком состоянии становится рабом греха. И он уже не может не делать того, чего даже не хочет. Не хочет пить йод, не хочет курить. Курит, не хочет наркотики. Тем не менее, не может их оставить. Это своего рода, конечно же, рабство. Ваш приход к Богу состоялся достаточно позже, после того, как Бог начал к вам говорить. Начал говорить еще раньше. Ваши одноклассницы молились. 10 лет. Почему так долго все-таки? Не знаю. Наверное, настолько я был по ту сторону баррикады, то есть на стороне дьявола, что все-таки вот эти зависимости, они меня очень крепко держали в себя. Почему? Потому что наркоман иногда понимает, что наркотики это плохо и хочет их бросить. Но находясь в физической зависимости, потому что есть такое понятие, как Кумар и так дальше, он не может их оставить. Иногда он уже употребляет наркотики не потому, что ему уже от них хорошо, а для того, чтобы просто жить. Он как бы чувствует себя хорошо. И находясь в этой зависимости, плюс эта зависимость находится в головном мозге. Она настолько серьезно укорена у человека, что сам он ее оставить не может. И без Бога это невозможно. Без Бога невозможно ни наркотики бросить, ни курить, никакие центре никакие наркодиспансеры никакие тюрьмы имели ничто тебя не сохранит ничто потому что это надо чтобы бог достал у тебя вот эти твои мозги которые уже поражены грехом вот ты находишь полностью в росте в паутине это достал их будет а и поставил тебе новые это ты сможешь легко избавиться от сигарет от наркотиков и не просто 2 там тебе это станет отвратительно это как-то происходит независимо от человека вот как-то эти мозги должен кто-то достать тел должен позволить это сделать где-то в каком-то месте эти мозги меняют как-то потом ставят на место вправляют вот как вы говорите вот как это бог делает я скажу как это в моей жизни было моей жизни это было так я бог оставил меня живым показал мне ангела после этого приехали к нам верующие в колонию с концертом я пошел на концерт с другими мотивами не даже не к богу еще там не осознал что у меня спас ангел я пошел посмотреть на девушек четыре года я их не видел искали привет много девушек у меня были корыстные мотивы просто посреди на живых женщин по мужски я пришел туда но когда выступали верующие игры услышал одно стихотворение то я оттуда вышел уже другим человеком через стихотворение господь уже начал менять мое мировоззрение я еще до курил я еще матюкался но у меня уже очень сильно совесть играла и у меня шла борьба я понимал что лучше здесь быть богом чем быть на той стороне и когда начал на человека надо одно первое принятие решения быть на стороне бога второе это полностью ему довериться дальше господь совершается сам то есть сигареты легко наркотики легко слова вот эти которые не знал нормально и бог не научил нормально горит все легко с богом единственно принять решение поверить него полностью искренне я думаю что наверняка не только вы своей жизни переживали эти моменты когда голос божий через совесть обращается к сознанию человека а люди по-разному на это реагируют чтобы вы посоветовали тем людям которые но не решаются богу ответить которые скованы каким-то страхом которые скованы каким-то стыдом что им скажут другие как на это отреагируют чтобы посоветовали таким людям я могу им посоветовать на своем личном опыте когда бог стучится тебе в сердце то лучше откликнуть снова призыв почему потому что если сравнить жизнь без бога и жизнь богом то жизнь без бога это болото во всех отношениях будь то культурная жизнь будь то жизнь для заключенных разница мимо это болото почему потому что в этом болоте человек крутится и он зависимый у него нету свободы у него нету свободы выбора дьявола его и не дает он лишает человека полностью воли свободы и человек раб жизнь богом это жизнь свободы Это когда Бог тебе дает возможность, сделать или не сделать. Ты имеешь право выбрать, с сатаной ты не можешь выбрать. И таким людям я бы посоветовал откликаться на призыв Божий. Почему? Потому что жизнь с Богом – это самая лучшая жизнь, которая вообще может быть. Лично из моего опыта. Я сейчас сравниваю ту жизнь и то, что подарил мне Бог сейчас. Он мне сейчас подарил семью, жену, у меня трое детей замечательных, у меня нормальная работа, у меня много братьев и сестер из церкви, по всей лицу земли. И эта жизнь, она благословенна, она радостна, она приносит счастье, она приносит удовольствие без всего того, что предлагает нам дьявол. Поэтому, если Господь стучится в сердце человека, откликайтесь на него, слушайте голос Божий. Господь плохо вам не сделает, Господь любит вас. Не слушайте дьявол, потому что дьявол вас ненавидит. Он пришел убить, украсть и погубить человека. А Бог пришел, чтобы спасти и любить. Таким образом, вы практически ответили на мой вопрос, который я хотел задавать вам. Что же такое счастье в вашем понимании сейчас? Счастье – это жизнь Богом? Доверие Богу. Доверие Богу. Во всех отношениях. И все это добро, что Он дает. А Он благословляет каждый день. Каждый день. В этом я убежден. Я вышел на свободу, был никем. Вообще никем. У меня не было ни документов, я был бомжом, ни жилья. Вообще ничего. Я вышел, встал за забор, я есть и все, и больше ничего. И большая Украина. И больше ничего. Но Господь мне подарил сейчас все. У меня нормально и финансово, и с семьей нормально, и с Богом нормально. Почему? Потому что во всех отношениях, на всем этом пути, я не пошел опять красть. Я, да, жил в каких-то условиях тяжелых. Сначала, конечно, в бомжатниках разных, жил в приютах и так дальше. Но я говорил, Господь, будь верен малым, я тебя на большем поставлю. И я вот держался этого обетования. Господь говорил, будь верен малым, пройди это испытание, получишь больше. И вот на протяжении этих 11 лет, что я с Богом, Господь постоянно у меня помогает расти и духовно, и во всех других отношениях. Я искренне рад за эти ваши опыты, за эту вашу, так скажем, трансформацию духовную, которую вы пережили. Мы хотим вам, дорогие наши телезрители, показать небольшой видеосюжет о жизни сейчас нашего героя нашей программы. О жизни Валентина. Ну, если сравнить мою прошлую жизнь с нынешней жизнью, я всем говорю, что это сравнение, знаете, вот взять трясину и чистую воду. Возять болото и чистую воду. Так вот, прошлая жизнь – это болото, это паразитический образ жизни. У меня было очень столько грехов, если брать по человеческим рассуждениям, то, в принципе, я не достоин вообще ничего был в этой жизни. Но Господь смотрит по-другому. Господь смотрит на сердце человека, на его терзание внутри. И некоторые люди просто не видят выхода, как выйти из данных оков, как вырваться на свободу. И, конечно, это свобода только во Христе. Мы много лет ездили в колонии, и по возможности ездим и сейчас, когда нас приглашают. Проводим там служение, общаемся с заключенными. Когда заключенные выходят на свободу, если есть возможность, стараемся помочь им здесь, где-то трудоустроить, в церковь приглашаем. И когда мы едем в колонию, то там собираются залы, 200-300 человек ходят. И записываются на библейские курсы за один концерт 30-40-50 человек, потому что люди жаждуют. Люди понимают, что для них это, в принципе, единственный выход. То есть общество наше поставил на них, в принципе, крест, они к нему не нужны. У многих даже нету родителей, никого помощи. И когда ты говоришь о Христе, они понимают, что это единственный шанс для них. Они смотрят на меня, смотрят на другие, понимают, если он смог, находясь в этой системе, принять Христа, может, и мне Бог даст такой шанс. И если сравнить, что Бог мне дал сейчас, то Бог мне дал сейчас чистую воду. Он мне дал радость, он мне подарил три подарка самых замечательных. Это дар от Бога дети, потому что он мне подарил троих детей, которых я очень люблю, которые очень любят меня. Он мне подарил замечательную жену, которая, несмотря на все ее сомнения, борения, она все-таки поверила во Христа и поверила, что Бог может менять. Светлана верила, что Иисус может сделать все. И если сравнить ту жизнь и эту, то их сравнить, в принципе, невозможно. Это, как говорится, земля и небо. Потому что эта жизнь без наркотиков, без водки, без всяких вот этих удовольствий, которые дает дьявол, эта жизнь гораздо лучше. Она радостная жизнь, она благословенная жизнь. Она приносит счастье, и ты получаешь удовольствие просто от общения с друзьями, с семьей, с церквью, от молитв, то есть, ну, от всего. Вот все, что окружаете, от природы, от людей, которые окружаете, а ты получаешь от этого радость. И мне говорят, а ты бы вернулся в прошлую жизнь. Я говорю, я 11 лет нахожусь со Христом, и вернуться в прошлую жизнь можно в том случае, если ты потеряешь полностью мозги. То есть, если ты станешь полностью безумным. Более разумный человек, он никогда не поменяет Христа обратно на дьявола. Никогда в жизни. Потому что дьявол создает нам рекламные паузы, создает эту этикетку благополучия, какого-то благоденствия, какого-то временного удовольствия. Бог дает это удовольствие постоянное. И даст нам его вечности. Я напоминаю, вы смотрите программу «Счастье вопреки всему». Мы сегодня говорим о непростом вопросе. Как Бог может достучаться до совести каждого человека? И что стоило бы сделать в ответ на этот Божий призыв? Мы говорили в начале нашей программы о том, что Господь, по Его собственному желанию, как написано об этом в Писании, Он стоит у двери сердца каждого человека и стучит. Я хочу еще раз прочитать этот текст, потому что он достаточно важен для жизни каждого из нас. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вообще-то очень интересный текст. Мы находим в этом тексте как минимум шесть глаголов. Часть этих глаголов принадлежит Богу, принадлежит стучащему в дверь. И эти глаголы – это «стою», «стучу», «я буду вечерять», «войду». По сути дела, это глаголы, которые отражают такое серьезное намерение. Это глаголы, которые показывают серьезные цели, которые имеет тот, кто стучит в дверь. В этом тексте есть также некоторые другие глаголы, которые звучат примерно так. «Услышит», «отворит». Эти глаголы имеют отношение к тому человеку, который находится в этом доме, в двери которого стучит Христос. Что интересно, возле этих глаголов стоит слово «если», которое показывает, что намерения того, кто в доме, не совсем понятны. Эти слова «если» показывают, что и действия того, кто в доме, не совсем предсказуемы. Если намерение Божие «стою», «стучу», «войду», «буду вечерять» – это глаголы уверенности, то глаголы «если отворит», «если впустит» – это глаголы, которые не вселяют никакой уверенности. Действительно, Бог позволяет каждому человеку отреагировать на его призыв. Бог дает каждому человеку право распоряжаться своей судьбой. Бог дает человеку возможность исправить что-то в своей жизни, если что-то поломалось. Дает возможность человеку остаться в том состоянии, в котором человек находится. Это определено Божьей серьезной главной позицией. Бог учитывает свободу выбора человека. С другой стороны, Бог называет себя Отцом. Бог называет себя нашим Творцом. Так оно и есть. И каждый из родителей, который искренне любит своих детей, который заботится о них, он не может позволить себе, чтобы, видя погибающего ребенка, видя погибающего сына или дочь, спокойно реагировать на то, как его любимый человек катится по наклонной жизни. Поэтому и Бог, сегодня называя себя нашим Отцом, показывая нам свою любовь, Он не может просто так среагировать спокойно на то, если человек катится по наклонной этой жизни вниз. Поэтому Он стучит. Поэтому Он стучит и стучит постоянно. Стучит разными способами. В жизни нашего героя сегодняшней программы Он стучал и способом очень простым и легким, когда общался Он со своими одноклассницами, когда отвечал им, возможно, шутя на их молитвы и на их приглашение оставить свою жизнь, вот такую вот разгульную жизнь, прошлую криминальную жизнь. Стучал Он по-разному, стучал через трудности, стучал через определенные неприятности в жизни, но Бог стучал. Конечно же, каждый из нас понимает, если Бог стучит к сознанию человека, то причин, по которому человек может не впустить Бога, не позволить ему стать господином его внутреннего дома, причин может быть много. Но, по сути дела, все они сводятся к нескольким. Когда кто-то к вашему дому стучит, вы можете не открыть, если вы этого человека боитесь, если вы этому человеку не доверяете, или если этот человек вам неприятен. Точно так же в жизни отношений с Богом. Когда Бог обращается к вам, вы можете по-разному реагировать, потому что, возможно, вы Бога боитесь, возможно, вы Ему не доверяете, а, возможно, все то, что Он предлагает сделать в вашей жизни, вам кажется, будет очень неприятным и не принесет вам счастья. В тексте, который мы только что прочитали, мы видим основные намерения, которые вынашивают в своем сердце Христос. И Он говорит следующее. «Если мне отворят, если меня впустят, я войду в этот дом и буду вечерять с этим человеком». Такое красивое слово «вечерять». По сути дела, мы можем его перевести другим словом «ужинать». В общем-то, в Библии есть и то, и другое слово. Есть слово «ужин» и есть слово «вечеря». Но когда речь идет об ужине, речь идет просто о приеме пищи. Когда же речь идет о вечере, речь идет об ужине с высокопоставленной особой. Именно это красивое слово употребили переводчики Библии, когда говорят о намерении Христа. Когда человек впускает в свое сердце Христа, Христос говорит «я войду и буду вместе с ним вечерять». Не просто ужинать, не просто будем пищу принимать, а будем вечерять. Это торжественный ужин, это торжественный прием пищи, это прием пищи с царской особой, которой является Иисус Христос. В некоторых других текстах Священного Писания мы можем найти позицию Иисуса Христа. Он говорит о том, что Он и Отец Его, тому человеку, который отворит свое сердце, Он говорит, мы войдем к Нему и обитель там сотворим. Человек позволяет Богу войти в его сердце. И это сердце очень часто мы сами можем поставить диагноз тому, что там находится у нас. Это облупившиеся стены, это, возможно, прогнившие полы наших нравственных устоев, это какие-то сквозняки равнодушия гоняют по нашему духовному внутреннему дому. И Бог говорит, и когда Я войду туда, и мы сотворим там обитель, мы действительно изменим эту обстановку жизни. Мы изменим эту обстановку сердца. Мы наведем там порядок. Тебе понравится то, какой будет твоя сердечная обитель, когда ты свое сердце впустишь Иисуса Христа. Это действительно потрясающе. Это удивительно, потому что пребывание Христа в сердце, пребывание Христа в нашем разуме, в наших мыслях, под дозволение с нашей стороны Христу овладевать нашим естеством, оно приносит колоссальные изменения. Человек перестает курить, человек перестает принимать наркотики, человек перестает вести аморальный образ жизни, изменяется его внешний вид, изменяется его жизненная позиция, изменяются его ценности, изменяется он весь целиком. Апостол Павел красиво это говорит и так. Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Этот текст из книги Откровения, 3 глава, стих 20, говорит о том, что намерение Христа, он стоит и стучит. В нашем диалоге с Валентином он упомянул о том, что Христос будет стучать до конца дней жизни того человека, к которому он обращается. Действительно, в этом тексте нет вот этих границ, до какого периода Христос будет стучать, а когда он уйдет. Когда вы подходите к дверям вашего знакомого, когда вы стучите, возможно, звоните в эти двери, и кто-то через 2-3, может быть, 4 минуты вашего такого упорного, настоятельного стука звонков вам не открывает, вы разворачиваетесь и уходите. Вы понимаете, что дома нет человека или, возможно, он по каким-то причинам вам не открывает. Вот когда мы смотрим на текст Библии, там сказано конкретно и ясно. Пока в доме есть тот, кто может открыть, пока в доме есть живой человек, которого можно спасти, пока есть, возможно, самый маленький шанс для того, чтобы изменилось сознание, мышление человека, до тех пор Иисус Христос будет стоять и стучать. И это потрясающе, это вдохновляюще, это действительно завораживающая истина, которую открывает нам Библия. Мы не чужие для нашего Бога, мы его родные дети, которых он не хочет оставить ни на мгновение. Он прощает, когда человек приходит с покаянием, он прощает, когда человек исповедует свой грех, он дает ему силы, он вдохновляет, он называет его своим сыном, и, как свидетельствует нам красивая притча о блудном сыне из Евангелия от Луки, он одевает его в новые царские одежды, называя его своим дорогим и любимым сыном. Это действительно красиво. Поэтому, дорогие друзья, сегодня жизнь каждому из нас преподносит такие сюрпризы, которые зачастую не вселяют нам никакой надежды. Возможно, в вашей жизни тоже многое пошло наперекосяк, возможно, со многим вы не можете смириться, возможно, от многого хотелось бы отказаться. Именно к вам, в ваше сердце, с такими переживаниями, с такой просьбой, с такими болезнями сердечными и душевными стучит Иисус Христос и ожидает, чтобы Ему отворили, чтобы на Его призыв откликнулись, чтобы позволили, доверившись Ему, изменять жизнь и характер. Очень приятно, что сегодня в нашей студии был Валентин, который принес сюда этот свой личный опыт измененной жизни, который поделился с нами этими своими переживаниями, как Бог прикасался к его сердцу, к его сознанию и что он совершил вместе с ним. Мне бы очень хотелось, Валентин, сейчас пригласить вас для того, чтобы вместе с вами помолиться. Обычно мы так делаем всякий раз, заканчивая нашу программу, мне хотелось бы поблагодарить Бога за вас, и чтобы Господь попросить у Него, чтобы Он руководил вашей жизнью и дальше, потому что вы Его Сын, Он ваш Отец. А отношения таких близких родственников всегда красивы и заканчиваются счастливо. Боже наш добрый, мы Тебе очень благодарны за Твою великую любовь к каждому человеку на этой земле. Но в частности, сейчас мы благодарим Тебя, дорогой Господь, за Валентина, за то, что Он, пройдя такой трудный жизненный путь, с таким трудным детством, с такой достаточно сложной атмосферой, в которой Он воспитывался и рос, Господи, Ты нашел возможность привлечь Его к себе. Ты показал Ему совершенно новую жизнь. Ты освободил Его, дорогой Господь, от зависимости, от зависимости наркотиков, от зависимости к табаку и алкоголю. Отче Небесный, мы благодарны Тебе за весь Его опыт жизни и просим, благослови Его в будущем, благослови Его, Боже, сейчас, благослови Его семью, которую Ты Ему подарил, благослови Его детей. Пусть Его опыт будет вдохновляющим опытом для многих людей, которые живут вокруг Него. Мы благодарим Тебя за все и славим нашего любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Уважаемые телезрители, в жизни каждого из нас бывают трудности, бывают радости, но если вы решили, и решили при том серьезно, посвятить свою жизнь влиянию от Бога, не пропускайте этот удивительный, тихий и такой долгожданный для вашего сердца стук. Стук Бога в вашу душу. Стук Бога к вашему сознанию. Позвольте Ему совершать то чудесное преобразование в вашей жизни, которое Он с любовью сделает. И будьте счастливы. Счастливы вопреки всему. Счастливы вопреки всему.